Продолжение следует... Продолжение следует... Валерий Алексеевич Рубаков скончался на прошлой неделе во время поездки в Саров лекционный. Я думаю, что вы все знаете, кто это такой. Мне тут его нечего представлять. Это, по сути дела, с моей точки зрения, это последний представитель этой знаменитой волны великих космологов XX века, которая начиналась из Сахарова, из Зельдовича. В общем, было время, не так давно еще, когда Москва была одним из, без привлечения, центров мировой космологии. Вот космология в очень значительной степени делалась в Москве. Сейчас это уже не так, но вот Валерий Анатольевич был, продолжал эту, с моей точки зрения, мне так кажется, продолжал эту линию. Потому что, конечно, его гамбургский счет, его основной вклад, он, конечно, весь лежит в области космологии. Это для меня отчасти в данной ситуации не очень хорошо, потому что я космологией как таковой занимался, и я могу только так же, как вы со стороны об этом говорить. Но, раз уж я здесь, а вы тут, могли бы поменяться местами, на самом деле, то я просто скажу то, что и так всем, по-видимому, известно. Его вот такие главные, что называется, вехи, которыми он… Ну, знаете, прежде всего сказать, что он был замечательный человек просто. Я лично его не знал, к сожалению, не могу похвастаться этим. Но его аура вот эта распространялась очень далеко. Он был и просветитель великолепный, он обладал невероятной харизмой в смысле чтения лекций, и очень доступно он излагал сложнейшие вопросы, буквально вот на пальцах исключительно просто. И, конечно, у него был океан, так сказать, почитателей и слушателей, и студентов, и чего угодно. В общем, конечно, это огромная потеря для всего, и для науки, и для России, и для нашего дела вот такого, просветительского. Вот он был, кстати, и, ну, взгляды его общественные, и такие вот, ну, что ли, они тоже были, ну, не знаю, может, это мне согласится, правильные они были. Вот. Это он на «Марше мира» ещё, по-моему, в 13-м году в Москве. Вот. Ну, хорошо, как бы скажем два слова о, собственно говоря, его вот основном следе, который он оставил. Прежде всего, это распад протона. Ну, как бы мы все знаем, что протон считается частицей вечной. Он, так сказать, в его механизме стандартной модели не предусмотрен его распад. Вот. И Валерий Анатольевич показал, это была его, на самом деле, первая работа, ему было там 20, снимаешь им лет. Вот. Он показал, что распад протона возможен и даже вероятен в присутствии магнитного монополя. Вот. И сначала это было воспринято как, что называется, хулиганство, и его работа в «Физикл Ревью» не пошла. Значит, она была зарубленная, не опубликовали её и всё такое. Вот. Но через год, как это обычно и бывает, в общем, с такими новостями, через год все убедились, что это правда. И тогда уже, в общем, ну, и ещё был такой американец Каланка, который тоже, значит, вот твердил, что он тоже независимо это всё нашёл. Короче говоря, путь к распаду протона оказался открыт, а тем самым оказался открыт и путь к объяснению брионной асимметрии Вселенной. То, что, как вы знаете, выражается сейчас в том, что наше вещество состоит из вещества, а не из поровну вещества и антивещества, и не из антивещества. Вот. Это, на самом деле, трудно объяснимый момент. Этим занимался и Андрей Ильич Сахаров очень много. И вот, значит, Валерий Анатольевич, он как раз в этом направлении тоже работал. И это, кстати, был один из шагов в ту же самую сторону. Так что это вот второе, что называется, что я хотел отметить, вот, про брионную асимметрию. Затем, значит, квантовая гравитация. Он занимался, в общем, тем, что сейчас самое трудное. Это сращение гравитации, то есть общей теории относительности и квантовой механики, которую, как известно, не удается пока как бы сложить вместе. И вот эта область квантовой гравитации, которая никак не поддается, что называется, ну, раскрытию, вот тут он как раз и работал. И здесь возникают всякие очень экзотические вещи, типа вот теории струн. Вот. Ну и надо сказать, что вот, Валерий Анатольевич, параллельно с теорией струн разрабатывал свою очень похожую, с моей точки зрения, очень похожую картину мира, которая сейчас имеет название «Мир на бране». То есть брана – это… Ну, так, тоже я очень извиняюсь за то, что я таким корявым языком всё это рассказываю, но, видимо, как и вы примерно это понимаете. Короче говоря, брана – это, ну, как бы как двумерная поверхность в трехмерном мире. Точно так же, как и трехмерные меры можно считать поверхностью в мире большего количества измерений. Вот. И это открывает путь к формальному соединению теории гравитации с квантовой механикой. Вот. То же самое, что делает теория струн, у которой, как известно, тоже там существует большое количество измерений, из которых, ну, 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 все эти на пальцах вещи, ну, мы без меня знаете. Вот. Короче говоря, вот это ещё одна вещь, которую тоже он, ну, вот, за собой оставил, и это понятие браны, и вот «Мир на бране» – это очень такое сейчас… Ну, оно вошло, что называется, в фольклор. Не в издевательском смысле, конечно, а в самом серьёзном смысле. Ну, и самое последнее, что я считаю, надо, конечно, упомянуть, это то, что я вот здесь уже говорил, и то, что всем тоже более-менее известно. Это нарушение предела вот этого Грайзена-Зацепина-Кузьмина, это экспериментальное обнаружение космических лучей с невероятно высокими энергиями, порядка терра электрон-вольта. В то же время существует теоретический предел вот этот, который так долго произносится, вот этот вот Грайзена-Зацепина-Кузьмина, и объясняется это всё попросту тем, что космические лучи, приходящие с расстояния больше, не знаю, нескольких десятков килопарсек, не могут существовать с высокими энергиями, потому что они рассеиваются на реликтовом излучении. Вы знаете, что у нас есть реликтовое излучение, которое наполняет всю Вселенную, вот этот вот микроволновой фон космический, и всё, что летает во Вселенной, всё обязано рассеиваться на этом микроволновом фоне, никуда деться нельзя. Именно поэтому высокоэнергетические космические лучи, они при определённой энергии должны заваливаться. А они не заваливаются. То есть не существует обрезания спектра космических лучей при сверхвысоких энергиях. И вот как раз Валерий Анатольевич, у него был механизм, который он предлагал, как объяснение этого дела. Это тёмная материя, состоящая из сверхтяжёлых частиц. И это одновременно могло бы объяснить наличие тёмной материи и давало объяснение вот этого нарушения предела. Ну, правда, как и магнитное монополие, таких частиц пока никто не нашёл. Но, как говорится, ищут, ищут, и возможности найдут. Короче говоря, вот такое печальное событие произошло в нашей науке. Вот. Ну, теперь перейдём к таким нормальным новостям. А, это надо пропустить, потому что я тут не приготовил чего сказать. Хотя это тоже интересное дело. Ну, вы знаете, да, за что Нобелевскую премию дали в этом году по физике? За открытие нарушения неравенства. Ну, то есть не открытие. Эту работу Алена Спе сделала ещё в 80-х годах. Этот эксперимент он поставил ещё в 80-х годах. Ну, так обычно бывает с Нобелевкой. Она часто очень поздно, очень сильно запаздывает. Вот. Тоже не буду я как бы не в свою область лезть. Но давайте вместе как бы порадуемся тому, что, видите, вот... Ну, что это, в общем, такое, если так говорить на таком, не знаю, таком полумистическом языке, которого, так сказать, терпеть не могу. Но, с другой стороны, иногда интересно как бы им поиграть. По сути дела, ну, с моей точки зрения, подтверждено экспериментально то, что есть некий фактор, который позволяет частицам чувствовать друг друга. Слово «чувствовать» тут, конечно, очень плохое, но ничего лучшего не подобрать. То есть на больших расстояниях, то есть вот дальнодействие, да? Ну, грубо говоря, опыт с двумя щелями, когда, значит, фотон знает заранее, ну, так сказать, куда он летит. Ну, хорошо, может, я зря опыт с двумя щелями припелся, да. Во всяком случае, опыт АСП подтверждает, что запутанные частицы, ну, которые родились вместе и тем самым связаны рождением, имеют дополнительные характеристики физические, они сохраняют эту запутанность на очень больших расстояниях. Если меняешь одну, то меняется и другая, хотя при этом между ними никакого контакта нет. И знаете, что мне напоминает? Я очень извиняюсь, тут, я не знаю, кто-то может видеть меня в то время и думает, что он несёт, что он несёт. Но, тем не менее, я не могу не вспомнить. Похожие вещи, ну, о них рассказывают в биологии, например, да, как популяция там каких-то мышек, которая, значит, живёт совершенно отдельно от другой. Вот. И вдруг мы начинаем уничтожать одну популяцию, а в это время в другой появляются какие-то резкие изменения, потому что флеск рождаемости невероятный. Вот. Хотя они понятия не имеют, что мы такую же популяцию начинаем зверски, что называется, мучить и там, не знаю, там подвергать её всяким испытаниям. Вот. Тоже такие анекдоты рассказывают биологи. Ну, поскольку я не биолог, с меня взятки гладкие, я могу рассказывать про биологию всё, что угодно. Вот. Но, тем не менее, вы поинтересуетесь. Это, по-моему, есть что-то общее в этих таких событиях. Вот. Я сразу хочу сказать, что я никакого отношения не имею ко всяким таким, ну, как это сказать, ну, мистическим каким-то течением, как в квантовой механике, так и в биологии. Просто вот, ну, интересно сопоставить такие факты. Тем более, что за один из них дали Нобелевскую премию. Хорошо. Поехали дальше. Вот это уже пошли настоящие новости. Реальные, конкретные. Вот. И первая просто вчерашняя. Или позавчерашняя. Про неё даже нет публикации, потому что она даже ещё не пошла в Астропиэйч, не пошла в архив этот, знаете, этот агрегатор припринтов, где можно опубликовать работу до ещё принятия её в любой журнал. Так вот, она даже там ещё не появилась. Сообщение появилось на сайте НАСА. Вот. И фотографии, и всё такое. Это вот то, что я здесь написал. Джеймс Уэбб наблюдал, наблюдает. Слияние. Нет, наблюдал. Наблюдал всё-таки ещё в июле, и только сейчас вот это как-то обработали маломальски. Слияние галактик в Ранней Вселенной. И вот оригинальная заметка, тоже вот на сайте, называется вот таким интересным образом. Видите, «Turbulent Times in the Life of», то есть в жизни далёкого экстремально красного квазара наступили тяжёлые времена. Вот примерно так. Что там случилось? Да, ну сначала, как всегда, авторы. Вот. Я, как говорится, замучился писать список авторов, поэтому я теперь просто пишу, сколько авторов. И первого. Вот. Первый автор – Доминика Вилежалек. Как вам, наверное, понятно. Я думаю, что она из Польши, скорее всего, насколько я так понимаю, как образуются эти имена. Вот. Значит, это ещё… Ну да, всё-таки появилось уже, но только-только. Вот. И, значит, телескоп Джеймс и Веба, Нерспек, фото, этот спектрограф, вот с интегрального поля. И вот, значит, что, собственно, эта картинка. Вот это сама картинка. Вот поле. Вот. Крупным планом вот это 10 килопарсек. Вот. Что мы видим? В том числе, вот в нескольких спектральных полосах. Я напомню вам, что такое спектроскопия интегрального поля. Это новейший метод спектроскопии, когда происходит что-то вроде томографии. Ну, может, кому-то случалось. Ну, не знаю. Вот я, например, там плечо ломал, и меня вставили в такой цилиндр, и в нём я довольно долго пролежал, пока этот компьютерный томограф рисовал на экране компьютера мои там связки слой за слоем. Вот так же слой за слоем работает вот эта спектроскопия интегрального поля. Она каждый раз даёт поле в определённой длине волны и непрерывно меняет эту длину волны. И поэтому вот несколько этих вот компьютерных срезов томографических в разных длинных волн, они вот здесь вот приведены в разных полосах. А что мы на самом деле видим? Мы видим в середине аномально красный. Тут он не красный, но я думаю, что вы понимаете давно уже, что это всё искусственные цвета, потому что длинный свет не видит вообще, ну почти не видит в видимом диапазоне. Это всё инфракрасный свет. Так вот аномально красный квазар посерединке, в котором действительно, видимо, происходит очень бурная аккреция, но это очень молодая вселенная, это всё-таки там примерно, ну, Z-3, это значит там порядка 11 миллиардов световых лет. Вот. И вот, значит, этот бурно аккрецирующий квазар, а вокруг него, посмотрите, это из работы, а вокруг него несколько галактик. Вот. Причём можно доказать, что это галактики, это не просто какие-то сгущения. То есть это на самом деле, да, и у них у всех измеряются скорости. Это тоже такая, ну, филигранная работа спектроскопическая. Вот, пожалуйста, вот это поле. Вот, смотрите, вот это длинный волн, по которым измеряются скорости. Видите, вот. Я уж не знаю, что не помню, что это за линия. На всяком случае, вот видно, что для всех этих объектов мы измеряем скорости, и получается такая очень эффектная картинка. Получается, что мы наблюдаем буквально в процессе рождения скопление галактик в районе Вселенной. Вот. Это такая, ну, весьма... Ну, это опять-таки первое такое наблюдение. Ну, так сказать, вот в первый раз. То есть мы видим образование скоплений галактик и видим образование чёрной дыры. Там как раз идёт бурная аккреция в серединке, и мы просто в процессе рождения сверхмассивной чёрной дыры всё это дело наблюдаем. Вот такое удивительное наблюдение. Только ничего я не забыл. Простите, я какие-то цифры могу забыть, поэтому я иногда подглядываю. Но опять, как ни странно, я всё сказал... В общем, всё, что надо, я сказал правильно, да. И все цифры я воспроизвёл. Совершенно верно. Да-да-да-да-да. Вот. Значит, 10... Да, вот тут действительно кое-что пропустил. Мы ещё по этим скоростям можем, видимо, наблюдать слияние нескольких гала из тёмной материи. Общей массой 10 в 13-й Солнце. То есть, это получается 10 триллионов солнечных масс. Общей массой этих двух сверхмассивных гала. Вот. Вот. Ну, что тут скажешь? Всё. Говорится, теперь, если хотите, спросите чего-нибудь. Ну, я больше того, что я сейчас показал, уже вряд ли смогу что-нибудь сказать. Но вдруг... Пока видно три. Пока видно три отдельных. Хотя пятен гораздо больше, и это всё ещё в обработке. Более подробное исследование может показать и больше. Но пока видно три. Вот. Отдельных. А это на... Нет. Дыра по серединке. Дыра – это квазар. Я хочу напомнить на всякий случай. Простите, если я известные вещи говорю. Ведь квазар – это уже существующая сверхмассивная чёрная дыра, окружённая активным аккрецирующим диском. Вот. И ещё окружённая обычно галактикой. То есть квазары обычно сидят в ядрах массивных галактик. В центрах массивных галактик. Да, да. Сейчас, одну секундочку. Я закончу тогда? Вот. И, значит, вот посерединке это как раз... Вот эта вот область – это как раз центральная галактика. А вокруг неё несколько вторичных областей. Вот это нам всё-таки здесь лучше видно. Вот здесь вот, да. Вот эти вот. Видите, вот С1, С2, С3. Это есть те самые три, о которых я говорил. Вот. И они отделяются от центральной по полю скоростей. У них индивидуальные скорости немножко разные. И по этому признаку можно сказать, что это отдельное образование. Они, видимо, не будут соединяться. Они просто образуют скопление. К ним потом может присоединяться ещё. А рост черной дыры происходит вот здесь вот, в центре, ну, там, где квазар наблюдается. И там происходит, видимо, очень бурное, ну, как бы типа пожирание вот вещества черной дырой. Вот. И аккреция на этом сверхмассивном диске. Что? За счёт из-за стати. Да, видимо, будет. Да, видимо, будет и так. Что вы хотите спросить? Вот интересно, факт уже установлен, а какие из этого смогут сделать выводы, практически позволяющие там, может быть, узнать нам о нашей ближайшей какой-то вселенной, ну, о нас самих, о наших ближайших звездных телах? Нет, я думаю, что тут к нашим самим не очень, ну, по крайней мере, очень непрямая дорога. Потому что всё-таки это ранняя вселенная. Это то, что было во Вселенной через два миллиарда лет после Большого взрыва. Это там совершенно другие условия. Тогда ещё образовалось только первое поколение звёзд. Галактики только начали образовываться. Чёрные дыры сверхмассивные только начали появляться. А не зря же все квазары находятся от нас на огромных расстояниях. Хотя галактики со сверхмассивными чёрными дырами в ядрах находятся и в нашей окрестности. Да что там говорить, в нашей собственной галактике есть сверхмассивная чёрная дыра, которую недавно, как вы, наверное, знаете, сфотографировали. Но это уже не активные чёрные дыры. Они не квазары, потому что чёрную дыру делает квазаром, присутствием вокруг неё вот именно этого бурно аккрецирующего массивного диска быстро очень вращающегося. Вот это и превращает просто чёрную дыру в квазар. Вот. Мы поэтому отвечая на ваш вопрос из этого конкретного материала вряд ли что-то сможем сказать про нашу современную Вселенную, где совсем другие условия и где квазаров нет. Но мы зато можем сказать, может быть, сможем лучше понять, как образуются чёрные дыры, как они эволюционируют, каким образом активно излучающие чёрные дыры переходят в спокойное состояние, как у нас в нашей галактике наша дыра, но она не совсем спокойная, но не такая, конечно, как этот невероятно яркий квазар. Вот. Вот примерно так. Нет больше вопросов? Из сети тоже нет? хорошо, тогда новость номер два. Тоже, видите, слово «самое» присутствует. Но тут надо сказать, что всё-таки эта работа скорее как бы шаг на пути. это шаг вперёд с предыдущего этапа и подготовка к, несомненно, шагу, который должен будет случиться после этого. Что это такое? Вы, наверное, знаете, сейчас как бы, а, ну, сначала вот так, да, вот, из 48 авторов, вы, наверное, знаете, что да, вот это самый главный автор, хотя он тут не первый, но он стоит за ними со всеми. Это Нобелевский ауреат 11-го года профессора Адам Рис из Корнелевского университета, которому принадлежит наряду с двумя его, так сказать, сотрудниками честь открытия ускорения расширения Вселенной. Давайте я напомню, я очень извиняюсь, опять, что я, может быть, буду говорить известные вещи. Начиная с 90-х годов 20-го века стало понятно, что вот эта знаменитая Хаббловская прямая, знаете, зависимость скорости убегания галактик от расстояния до нее. Ну, то, что сейчас такая азбука Вселенной расширяется, это еще стало понятно в конце 20-х годов 20-го века, потом стало понятно, что это результат Большого взрыва, это тоже такая довольно драматическая история. Но вот в основе всех этих данных лежит знаменитое наблюдение Хаббла, которое выполнено каким образом? Сначала по цифеидам, по ярким, гигантским, пульсирующим звездам, для которых известна зависимость периода от светимости, по цифидам мы зацепились за близкие галактики, а дальше уже более далекие галактики, расстояние до них можно было определять только по сверхновым первого типа, по взрывам белых карликов, которые достигли четросыкарского предела, а он всегда один и тот же во всей Вселенной, 1,4 солнечной массы, и когда белый карлик в двойной системе набирает на себя эту массу, он взрывается. Грубо говоря, один белый карлик взрывается во всех галактиках, одна и та же машина. Поэтому, поскольку это всегда одинаковая яркость, мы, глядя на видимую яркость, можем проложить шкалу расстояний очень далеко, поскольку взрыв этот сверхновый очень яркий, он виден буквально там чуть ли не от границ Вселенной, мы можем теперь проследить расстояние до самых далеких галактик. И вот, когда мы их прослеживаем, получается такая вот идеальная прямая зависимость расстояния скорости. Это и есть закон Хамбла. В 90-х годах XX века стало заметно, что при самых далеких величинах расстояния этот закон начинает нарушаться, они начинают быстрее убегать, чем надо. Вот это было открытие темной энергии, так называемой. И вот, собственно, Адам Рис, он как раз и был одним из тех, кто, во-первых, проложил вот эту вот дорогу по сверхновым первого типа до самых краев Вселенной. Вот, такие маяки поставил. А во-вторых, увидел по этим маякам, что Вселенная стала расширяться быстрее, с ускорением. И это надо было как-то объяснить, но это до сих пор никто и не объяснил, потому что что такое темная энергия никто по-прежнему и не знает. Так вот, наверное, я вас окончательно запутал, собственно, эта работа заключается вот в чем. Вот это та самая прямая, о которой я сказал. Видите? Вот. И вот, собственно, опубликованная работа заключается в том, что теперь эта прямая построена по невероятно богатой выборке. Это полторы тысячи, полторы тысячи разных сверхновых, на разных расстояниях, а кривых блеска тысячи семьсот. То есть огромное количество точек, собственно говоря, вот они все тут налеплены. Это такая колоссальная база данных, это огромный объем наблюдений, и вот он как раз, собственно, позволяет выстроить такую диаграмму. То есть, собственно, содержание работы А построено новое вот это прямая. По гораздо большему, в полтора раза больше, чем раньше, объему данных. Раньше количество сверхновых было гораздо меньше, сейчас набрали новые. Убедились в том, уточнили, уточнили параметры этого дела, ну, благодаря большему количеству точек. Убедились в том, что все правда. Есть закон Хаббла, есть расширение Вселенной. И самое главное, подтвердили, уточнили значение постоянной Хаббла. Вот. И вот тут-то вы знаете, наверное, что здесь как раз самый такой нерешенный и висящий сейчас антострофизикой, извините за такие пошлые сравнения, дамокловым мечом вопрос, потому что постоянная Хаббла, это кремная, что называется, постоянная Вселенная, она должна быть твердо определена. А у нас есть два значения постоянных Хаббла. Одно значение Риса, которое получается по сверхновым, вот по этой шкале расстояний, в которой мы не имеем основания сомневаться. И оно получается примерно 73 километра в секунду на мегапарсек. С такой скоростью увеличивается скорость убегания галактик от нас. А если мерить ту же самую скорость по реликтовому излучению, то есть по самым дальним реликтов излучения по сути дела пришло к нам от первичной вселенной. Так тогда получается на 5 километров в секунду на мегапарсек меньше. Получается 67 километров в секунду на мегапарсек. И это то, что называется Hubble Tension, это вот драматическая история в астрофизике, это вопрос нерешенный. Мы уже точно знаем. И вот, кстати, эта работа уточнила еще раз их значение постоянной, и теперь получается, что доверительный интервал 5 сигма. Кто знает, что это значит, я могу, вернее, кто не знает, что это значит, я могу перемести это на такой бытовой язык. Это означает, что вероятность того, что случилась ошибка в этих двух значениях, примерно один шанс из миллиарда. Это вот и есть примерно 5 сигма. То есть нет никакой ошибки. у нас действительно два сильно отличающихся значения. Сейчас я вам это просто покажу на картинке. Да, сейчас, потом. Вот. Вот это Hubble Tension. Смотрите. Вот это вот, ну это правда старая, до этой работы, но они все примерно похожи. Видите? 74, 73, 73, 8. И диапазон ошибок маленький. Полтора километра в секунду на мегапарсек. А вот по значениям, которые определяются по излучению. 67,5. Вот эта пропасть, она, казалось бы, не очень большая. Не то, что там у одних там получается 5, а у других 100. Нет, получается примерно 70. Но точность уже такая, что этим различием пренебрегать нельзя. И никто не знает, почему она образовалась. Это какое-то крайне глубокое свойство нашей Вселенной, которое, как мне кажется, скорее всего, лежит именно в принципиально других свойствах Вселенной на красных смещениях, соответствующих электрому излучению. То есть на моменте примерно в 300 тысяч лет после Большого взрыва. Там, видимо, Вселенная имела принципиально другие свойства, но непонятно какие. И вот там только остаётся, что любоваться этим различием. Ну, тогда немножко назад всё-таки вот эти картинки. Значит, вот их как бы это два значения космологической постоянной, но не важно. Это сейчас долго будет объяснять, тем более, что я и сам в этом не вполне ещё разбираюсь. Но вот, скажем, вот это хорошее. Вот видите, вот на этой плоскости вот с этой стороны от линии Вселенная ускоряющаяся, с этой замедляющаяся. Ну и вот мы уверенно лежим в ускоряющейся области. вот, скорее всего мы лежим близко к плоскому, к плоской к отсутствию кривизны, но есть ещё некоторая как бы возможность и вот что мы от этой кривизны отступаем. Вот. Это количественные данные. Это то, что я уже вам сказал. Значит, вот это количество кривых блеска, количество индивидуальных сверхновых, которые участвовали в этой обработке, диапазон изменений красного смещения до двух с половиной, то есть примерно опять-таки до десяти миллиардов, десяти с хвостиком миллиардов световых лет. Вот. Мы убедились, что вот это вот состав нашей Вселенной, вот это тёмная материя, тёмная энергия, это тёмная материя, сюда же входит и вся остальная не тёмная, но и она столько мало, что пусть она уж там тоже будет. Вот. И вот новое значение постоянной планки, вот оно, 73,3 плюс-минус 1,1 километра в секунду на омега-парсек. Вот, да, и вот тоже смотрите, вот это по отдельным обзорам значение постоянной планки. Видите, очень кучно лежит вокруг среднего, всё это так довольно хорошо укладывается. Вот так. Да, пожалуйста. с микрофона. Чтобы все услышали ваш вопрос, весь мир услышал ваш вопрос. Да, скажите, пожалуйста, вот эта вот проблема с Хаббл-теншин, она возникла после того, как появились какие-то новые инструменты наблюдения? Ну да. Смотрите, значит, вот это, сейчас я сюда верну, вот это значение, оно довольно давно уже существует, потому что сверхновое мы наблюдаем довольно давно, только далеко так начали видеть сравнительно недавно, но там всё подтверждается. А вот это, это результат работы спутника Планк, вот, результат, ну вы знаете, что в начале тысячелетия, вот в десятых, в нулевых годах были запущены два спутника, которые принимали вот это микроволновое реликтовое излучение с гораздо большей точностью, чем это можно делать с Земли. И вот эту знаменитую карту, зря я её здесь не вставил в презентацию, но вы, наверное, знаете, это знаменитая такая пятнистая карта, которая показывает неравномерности. Вот это всё получено благодаря работам спутника Планк. И вот из этих материалов было получено значение постоянной Планка в соответствии с моделью лямбда-сидиэм. Оно удовлетворяет модель лямбда-сидиэм и вот этим наблюдаемым параметрам реликтового излучения. И оно другое. То есть получается, следуя этой логике, что-то привозить инструментов наблюдения, возможно, какая-то ещё тут коррекция. Ну, не то, что коррекция. Надо как-то объяснить, почему. В том смысле, что результаты разные, тут уже ничего не поделаешь. Они фактически разные, никто ошибок не находит у себя. И вот я же говорю, эта работа ещё раз подтвердила, что здесь всё хорошо. по крайней мере, здесь всё не подкопаешься. Надо понять, почему они разные. И я ещё раз говорю, я думаю, что дело именно в том, что поскольку мы это наблюдаем по реликтовому излучению, то, скорее всего, это приведёт к тому, что у нас какие-то абсолютно новые параметры появятся в районе совсем юной Вселенной, когда ещё не было ни звёзд, ни галактик, ничего ещё не было, ещё вещество только стало прозрачным. Когда вышло из него излучение и теперь оно наполняет Вселенную, вот это момент, когда оно появилось, электроизлучение. Видимо, тогда свойства Вселенной были другие. Но насколько они другие? Какие другие? Простите, пожалуйста, я вот сейчас сразу не могу вспомнить. Вот в плоскости лямда, сиди, ди и м что значит? Буква, извините, что спрашивают? Cold Dark Matter. Лямбда – это постоянно Эйнштейна, а CDM – Cold Dark Matter. То есть модель, в соответствии с которой тёмная материя холодная. Но она, скорее всего, холодная. Нету большого вопроса. У меня у самого есть, но я не могу на них ответить. Хорошо, поехали дальше. Вот это, я думаю, сейчас всех повеселит, потому что видите, какая штука, да? Ну, вы знаете, наверное, да, что как бы мы знаем достаточно уверенно опять-таки, что 53 миллиона лет назад, что ли, это было, да, вот вечно я цифры забываю, 66 миллионов лет назад, 66 миллионов лет назад, в районе полуострова Юкатан, где мы сейчас Мексика, туда свалился огромный камень, видимо, там размером несколько километров. Это был метеорит Чиксулуп, ну, так называется эта местность, он тогда так не назывался, а сейчас вот он так называется. Вот. И, собственно говоря, эта работа, это первая, тоже, как я говорил, все тут будет первая, это первая попытка промоделировать падение метеорита, не просто падение метеорита, а возникновение цунами, которые залили буквально весь земной шар после того, как вот эта глыба бултыхнулась в океан. Вот. Тут как раз не так много авторов сравнительно. Вот. и опубликовано не в астрономическом этом издании, но, тем не менее, имеет какое-то отношение к нашей науке, поэтому мне поразовало, что это будет интересно. Вот. Сейчас. Что так плохо показывает? Сейчас попробуем. Должно быть кино. Все пропало. Будет показывать? Это будет. Нет? Будет. Будет? О, отлично. Вот, смотрите. Давайте я буду молчать, вы будете смотреть, восхищаться. Сейчас будут всякие красивые картинки. Вот. Вот это, упал этот. Видите, он тут. Вот это, эти жуткие цунами, которые... 65... Ну, я что, вы сами все это можете читать. 10 километров в диаметре. Сто-километровый кратер образовался там. Вот. Считается, что именно этот астероид убил динозавров. Вот. Тогда все было немножко другое, в смысле суши. Море было довольно мелкое. Флориды не было как таковой. И вообще все было такое довольно низкое. Вот эти параметры импактора, скорость там, масса. Вот смотрите. Высота волны. Да? То есть, более 100 метров. Это все сделано на большом компьютере Мехиканского университета, на суперкомпьютере. Это довольно, ну, все-таки, ну, хорошая симуляция, я хочу сказать, что компьютер был мощный. Ну, хорошо. Я думаю, что, может быть, хватит, потому что уже немножко надоело. Собственно, главное, главное вы уже видели. Да? Вот. Ага. Вот. Сейчас. Значит, я просто вспомню, какие цифры я забыл назвать. Да. До Новой Зеландии дошли цунами. 12 тысяч километров они прошли. Вот. Ну, да. Собственно говоря, все остальное тут вы уже, тут вы уже видели. Тут вот написано, что, по их данным, астероид был 14 километров в диаметре, а не 10. Двигался со скоростью 12 километров в секунду. Вот. 100-километровый кратер. Ну, в общем, все то же самое, что было видно. Ну, собственно, вот и все. Это такой исторический экскурс. Ну, я не знаю, есть какие-то вопросы. А сейчас можно уже бороться с этим? Вы знаете, с такими все-таки не можем. Ну, вот это как раз вы, наверное, знаете, ну, то есть, конечно, знаете, что буквально там пару недель назад американцы провели этот свой эксперимент ДАРТ, когда в не очень далеко находящийся от Земли двойной астероид врезался их космический корабль. Вот. Я люблю повторять, что 350 миллионов долларов на наших глазах обратились в пыль. Так что особо как бы чувствительных просьбы не смотреть. Вот. Но действительно, кстати, этот эксперимент хорошо прошел. Потому что они действительно довольно сильно оттолкнули этот астероид. Но не надо забывать, что то, куда они врезались, было примерно 200 метров в поперечнике. 200 метров. А тут было 14 километров. И вот я должен сказать с грустью, но ничего не поделаешь. Если эта штука попрет на нас что называется в лоб, не как-то так покасательной, а просто в лоб, никакими комаринами укусами ее сдвинуть будет нельзя. Поэтому да. А мы можем знать какой-то предел заранее. Вот, допустим, 200 метровый мы еще подвинем, а километровый может быть уже нет. Мы примерно можем... В зависимости от траектории, прямой или касательной. Я думаю, что это все очень сильно зависит именно от огромного спектра возможных траекторий. Понимаете, лобовое, такое-сякое, углы, все эти. Даже в этом случае, я когда узнал об этом эксперименте, я думаю, зачем они тратят действительно такие бешеные бабки. Это же все должно моделироваться очень хорошо. Потому что, ну, по сути дела, это задача трех тел. Ну, что такого? Взял, запустил это в компьютер. Оказывается, нет. Даже в таком простом случае то, что получилось на практике, довольно серьезно разошлось с предсказаниями. Тем более, это будет относиться к вот такому... Тут очень большой спектр возможностей. Я хочу сказать о другом. Я хочу сказать о том, насколько важно все-таки, во-первых, работиться о мониторинге. То есть, о раннем выявлении. Чем раньше мы заметим, тем больше шансов отвернуть на действительно больших расстояниях. Есть даже такой астрологический способ покрасить его. Потому что, да, сразу изменится световое давление, коэффициент отражения изменится. Если хватит времени, чтобы он орбиту изменил, то он даже из-за одного этого может изменить орбиту. Даже большой. Вот. То есть, надо, чтобы был тщательный мониторинг неба. А это сейчас задача только начинает решаться. Это ведь делается как? С одной стороны, это покрывающие всю Землю сети роботизированных маленьких телескопов, которые все время, ну, если только может, небо позволяет, все время сканируют небо и отправляют данные в единый центр обработки данных. Таких сетей сейчас несколько существует, но они все равно, их недостаточно, чтобы покрыть все небо с достаточной частотой. Другая возможность, мы о ней сегодня скажем, в другой работе я ее упомянул, это очень широкоугольные мощные телескопы, благодаря новой оптике, новым возможностям оптики, они покрывают огромные части неба. Несколько, там, пару десятков квадратных градусов. Вот. И они могут, грубо говоря, все небо заснять за три ночи. Все полушария. Вот. Вот, значит, первая задача – это мониторинг. Но это, конечно, стоит денег и сил, и всего такого. Вот. Ну, а вторая, да, это какая-то, ну, разработка каких-то способов борьбы, собственно, то, что сделали сейчас американцы. Вот. Надо сказать с грустью, что существует около 20 тысяч объектов, известных только, не говоря о неизвестных, которые сближаются с Землей, которые теоретически могут попасть в нас. Из них несколько десятков имеют размеры порядка километра и больше. То есть, это вполне такая реальная, реальный шанс, да, покончить со всеми нашими неприятностями одним таким, вот, все, что сейчас с нами происходит, покажется нам детским лепетом. Вот. Вот это будет настоящая катастрофа. А, да, все это иронно. Вы знаете, я таких серьезных прогнозов даже сейчас не знаю. Такой, что мог попасть, таких сейчас, по-моему, 30 тысяч, это немного, конечно, да, но все равно довольно далеко. Да, ну, посмотрим. Не будем раньше времени волноваться, мы успеем попрощаться все успеем. Хорошо, следующая новость, да, вот, пожалуйста, тоже, это тоже рекорд, исключительно сильный гамма-вспеск в созвездии Стрелы наблюдали гамма-телескоп Ферми, обсерватория SWIFT рентгеновская и космический корабль Винд, который занимается солнечным ветром. Вот они все отметили этот гамма-вспеск, вот, значит, вот, ну, это я показываю известные картинки, это корабль Ферми, НАСА, космический телескоп НАСА, да, вот, кстати, вот это здорово, посмотрите, вот это визуализация того, что увидел телескоп Ферми. Конечно, мы не видим этого глазами, это визуализация рентгена, но видите, как здорово, да, смотрите, да, вот, вот такая вспышка. Напомню, гамма-вспески, это, гамма-вспески относится к категории длинных, он продолжается, там, до нескольких, до нескольких, даже нескольких десятков минут может продолжаться. это коллапс массивной звезды, то есть, ну, по сути дела, тоже образование черной дыры, но звездной массы, не сверхмассивной, которая происходит с очень, с выделением очень большого количества энергии, это сверхновая, по сути дела, вот, и находится в очень далекой галактике, вот, здесь расстояние, дайте вспомнить, здесь расстояние, так, господи, вот, все, не очень большое, здесь, в том-то и дело, что расстояние маленькое, поэтому он такой яркий, а, вот, 2 миллиарда, 2 миллиарда световых лет, ну, по сравнению с 10, и с 13, это совсем немного, то есть, это сравнительно близкий гамма-вспески, вот, вот, вот это обсерватория Свифт, рентгеновская, вот, вот это телескопы, вот это рентгеновский телескоп, это ультрафиолетовый приёмник, а это гамма-приёмник, там, видите, три таких вот телескопа, вот, вот её картинка глазами обсерватории Свифт, вот, это вот всплеск, это как бы такое после свечения в его окрестности, вот, вот в оптике, это тоже Свифт, но в оптическом, в ультрафиолетовом телескопе, видите, вот, вот он так вот мигает, мигает, потому что это, он не мигает, это возврат просто, ну, это как бы повтор, вот так, что интересного, да, это, это Уинт, вот этот вот третий корабль, который наблюдал, дело в том, что ещё одна возможность техническая, которую удалось прогнать на этом примере, это испытание двойного прибора, который установлен на борту Международной космической станции, это американский рентгенский телескоп, Найсер, а это японский монитор, Макси, вот, и это вот пример того, как отслеживать гамма-всплески как можно быстрее, там фишка в том, что надо поймать наблюдение гамма-всплеска как можно раньше, как можно ближе к его самой вспышке, потому что всё самое интересное происходит в момент вспышки и сразу после неё, а пока мы случайно успеем это наблюдать, уже время обычно проходит много, поэтому вот японцы сделали такой с очень большим полем прибор, который ловит эти вспышки значит, по мере их прохождения и тут же передаёт сигнал на вот этот вот Найсер, который уже исследует их более подробно, вот, и вот как раз в этом случае они вместе сработали, это был первый способ, первый случай, когда удалось их как-то смонтировать друг с другом, вот, значит, ну, это вот, собственно, художественная картинка, которая показывает, как всё это показывает, как всё это происходит, вот, это, конечно, художник нарисовал, вот, что, собственно, я хотел ещё такого особенного сказать, 18 терраэлектронвольт его энергия, это неслыханно большая энергия, это фантастически большая энергия для гамма-сплеска, больше одного терраэлектронвольта они практически не наблюдаются, а тут сразу 18, вот, в 20 раз сильнее, вот, во-первых, потому что очень близко, во-вторых, они тоже бывают разной, разной мощности, вот, и, в общем, это, конечно, надо вам сказать, что гамма-сплески, то есть вот такие коллапсы массивных звёзд, возникновение таких сверхновых, это без преувеличения, после большого взрыва, это самое энерговыделяющее явление в космосе, вот это взрывы, с которыми сравниться не может ничего, это самые сильные взрывы после одного главного, который дал нам всем, что называется, начало нашей Вселенной, вот, это невероятно активное выделение энергии, и оказаться на вот этом луче, здесь он, конечно, такой художественно, такой красивый, но оказаться на этом луче, это, как говорится, не дай бог никому, вот, один наш московский популяризатор, Борис Штерн, главный редактор газеты «Тройский вариант», он даже специально, как бы, посчитал все это дело, я буду сейчас вас пугать, давайте, значит, вот смотрите, умеренный случай энерговыделения, если расстояние до всплеска будет примерно там три парсека, в этом, в таких пределах находится около десятка звезд от нас, так вот, в этом случае за секунды на каждом квадратном сантиметре планеты выделяется 10-13 эрк, что эквивалентно взрыва атомной бомбы на каждом гектаре неба, представляете себе, но это очень маловероятно, что в таком маленьком промежутке будет, но если взять более такой серьезный промежуток, скажем, в сто раз большее расстояние, а это уже толщина галактического диска, это уже действительно большое расстояние, там уже много всяких звезд можно найти, в том числе и таких, которые коллапсируют, вот в этом случае одна атомная бомба придется на квадрат 10 на 10 километров, тоже неплохо, мне кажется, да, то есть, в общем, если такое, что-то такое произойдет, и такой луч посветит на нас из нашей галактики, а не с расстояния 2 миллиарда световых лет, то это никакой астероид с этим не сравнится. – Случайные стороны? – Ну, случайные, да, все-таки он, конечно, вот эти коллимированные лучи, они, конечно, светят достаточно в узком диапазоне, так что, да. – А вот это можем ли мы мониторить и мониторим ли, если можем? – Нет, вот это мы никак не можем мониторить. Дело в том, что, понимаете, мы наблюдаем довольно много звезд, которые видно, что они заканчивают свое существование. Ну, самый такой христианатийный пример, то, что было у всех на языке пару лет назад. Бетельгейзе – это известная яркая красная звезда на небе, которую любой может глазом видеть. Вот пару лет назад она стала резко терять блеск. Вот. И вот сразу, конечно, люди специально этим занимаются, пишут статейки, которые сразу, ну, чтобы кликов было больше, кликабельно. Все, мы погибаем, Бетельгейзе сейчас взорвется, как бы, пишите извещание, это будет сверхновое. Она действительно близко к нам находится, смотрите, какая она яркая. Вот. Ну, ничего не случилось. Она погасла, погасла, потом опять вернулась к прежнему. Сейчас уже есть несколько моделей, которые показывают, что это довольно легко объясняется. Там газовое облако, которое там заэкранировало часть диска звезды, ничего такого страшного. Я хочу сказать, что характерные времена вот этого умирания это сотни тысяч, а то и миллионы лет. Для нас это, ну, как бы предсказать, в какой один из этих миллионов это случится, нет, мы не умеем. Поэтому здесь никакого шанса это все отследить нету. Но, с другой стороны, они редко встречаются все-таки, понимаете. вот в галактике один такой всплеск происходит примерно за миллион лет. В нашей галактике, в нашем звездном городе один такой всплеск происходит примерно за миллион лет. Ну, может, конечно, он завтра случится. Но все-таки, если размазать эту вероятность на миллион лет, довольно много времени пройдет. Но еще не как все в нашу сторону. И может не в нашу сторону, так что ничего, как-нибудь. ничего страшного. согласитесь, что тоже событие достаточно такое вот, удивительное. Такой рекордсмен среди гамма-всплесков. Что? Да. Это массивные, это очень массивные звезды, несколько десятков солнечных масс. Вот они дают такие вот взрывы. Хорошо. опять самые открытие самой тесной катаклизмической двойной системы. Что такое катаклизмические двойные? Попросту говоря, это тесная пара звезд. Ну, знаете, что многие звезды существуют парочками. Но есть широкие двойные, которые друг с другом не взаимодействуют. Они слишком далеко друг от друга. У них период обращения может занимать пару тысяч лет, а то и десять тысяч лет. В общем, такие звезды тоже, кстати, очень важны. Вот у нас в Пулкове они специально исследуются, потому что вы знаете почему, да? Вы так хитро улыбаетесь. Да. У нас в Пулкове они специально исследуются, потому что наблюдение орбит двойных звезд, широких, не взаимодействующих, дает возможность точно сосчитать массу звезды. Вот. И поэтому в Пулкове работает такая долговременная программа, растянутая на десятилетия, наблюдение нескольких десятков широких пар, вот, у которых период обращения там несколько тысяч лет, и наблюдая которые лет там 30-40-50, можем прописать небольшой участок этой кривой орбиты и восстановить всю орбиту, а по орбите сосчитать массу звезды. Но это совсем другое дело. Это тесные пары, которые друг с другом взаимодействуют. Вот. Ну, я про это пропущу. Кстати, это Nature все-таки, смотрите. Вот. Вот такие, вот это их простая схема, вот такая. Это очень такая простая схема. Две звезды. Одна из них, звезда Донор, это обычно проэволюционировавшая, проэволюционировавшая звезда, которая в конце эволюции своей звезды раздувается, потому что ядерное горение начинает распространяться от центра в слои, и звезды распухают. Вот. в конце концов распухают настолько, что перестают быть устойчивыми. И начинается истечение вещества за пределы этой звезды. Называется полость Роша, вот это вот, где равновесие еще соблюдается, вот это вот. И вот звезда распухает настолько, что вещество начинает из нее вытекать, а тут есть спутник близко расположенный. Обычно это белый карлик, вокруг которого вот это вещество образует аккреационный диск. Вот это вот классическая схема катаклизмической тесной двойной звезды. Очень много явлений на небе сейчас описывается с помощью вот такого гармоничного простого механизма. Ну вот. Собственно, интерес нынешнего события, вот это, кстати, еще одно, только это будет сейчас мультик. Сейчас мы его... Вот, смотрите. О, видите? Вот. И вот там, где вот эта струя вещества ударяется в аккреационный диск, там возникает горячее пятно, которое, естественно, неравномерно светится, оно то вспыхивает, то гаснет, то что-то такое еще. И мы наблюдаем переменность, иногда периодическую, иногда не периодическую, очень сложную, с разными, в разных диапазонах длин волн, и рентгеновскую, и гаммы, и оптическую, всякую. Вот. Вот это потому они называются катаглизмически. Значит, вот, эта данная работа как раз сделана с помощью такого устройства, которое как раз я о нем говорил только что вот в прошлом сообщении, называется Zwicky Transient Facility, ZTF. Это как раз вот широкоугольный большой телескоп, который наблюдает большие куски неба, и вот ловит такие активные, быстроменяющиеся объекты. Вот на этом объекте был открыт этот транзиент, вот это еще Хаббл стоит рядом с ним, это старый знаменитый снимок еще там 20-х годов, 20-го века, вот, вот это их новая камера, смотрите, 576 мегапиксель, 47 квадратных градусов она охватывает одновременно. То есть вот такое идеальное мониторинговое такое устройство. Вот оно висит на телескопе, на этом самом большом Шмидте Паломарской обсерватории. И вот, собственно говоря, там это все и происходило. Вернусь опять к этой картинке. Значит, тут надо кое-что важное сказать. Только я прошу прощения, сейчас будет немножко таких астрофизических деталей. В чем интерес именно этого объекта? Дело в том, что, казалось бы, ну что, ну интересно, 51 минута у него период обращения. Ну, мы привыкли ко всяким цифрам. 51 минута, подумаешь, но штука-то в том, что в этой системе одна звезда порядка солнечной массы, а вторая белый карлик. Солнце так быстро, на таком тесном расстоянии находиться не может. То есть, там что-то не так в составе звезды донора. И вот, ну как бы, подробный разбор этой ситуации показывает вот что. в процессе перекачивания вещества срываются сначала внешние оболочки. Они водородные, но когда они все сорвутся, за ними находится плотное маленькое гелиевое ядро, которое имеет гораздо меньший размер. И вот тут-то возможны вот эти вот несколько минутные, меньше часа периоды обращения. То есть, такой рекордный период обращения показывает, что мы наблюдаем систему, в которой как раз произошло срывание водородных оболочек со звезды донора, и открылся слой гелия. Это из всех пока наблюдавших систем, это единственный такой пример. есть такие катаклизмические переменные типа CV гонщик псов, которые приближаются к этому состоянию. Но это как раз из такого типа получился иллюстративный пример. То есть, это момент, когда с одной стороны водородная оболочка только что ушла, потому что масса еще большая, а с другой стороны появился гелий, потому что период такой маленький. И мы можем просчитать дальше, что будет с этой звездой в ближайшие несколько миллионов лет. Они будут сближаться, и период дойдет до примерно 20 минут. А потом, когда запас водорода закончится, они начнут с того расходиться. Там довольно сложная получается картина этой системы. И в общем, вот в этом интерес этого наблюдения. Все. Спросите, если хотите, что-нибудь. Я, наверное, как-то сумбурно это объяснил, я очень извиняюсь. запас гелий закончился. Что? Нет. Когда закончится запас водорода, он довольно большой. Вот он сейчас начал, как говорится, начал заканчиваться. То есть появились признаки гелия. Но там еще довольно много водорода, чтобы его еще качать несколько миллионов лет. А потом останется гелий, и потом они начнут разъезжаться в разные стороны. Потому что активная аккреция закончится, и звезда перестанет заполнять свою полустрошу, она опять закуклится, опять станет изолированной, и тогда они начнут разъезжаться. Будет потихонечку... Нет, они, видимо, останутся связанными, но просто период будет увеличиваться. А столкновения вообще возникают? Нет. Столкновения не получается. Получается, что водород кончится раньше. нету больше вопросов. А гелий не успеет получается никак? А потому что он не... он будет компактным, он не будет вытекать. Понимаете? Вот такой вот... Вот этот канал прервется. Он существует именно потому, что там есть легкий водород, который свободно через него вытекает. Удивительное разнообразие, надо сказать, вот таких катаклизмических звезд. Тоже в Пулково их очень много изучают. И, в общем, это такая очень богатая тема для работы. Здесь есть много типов при разных классах составляющих главных системы в разных размерах, в разных периодах истечения. Так что это такой безбрежный океан для того, чтобы в нем плавать и получать всякие... защищать, защищать, защищать всякие диссертации. Так что вот... Все? Нет вопросов? Ну да, пора уже заканчивать, похоже. Сколько я там болтаю? Я еще не перешел за границей? Час еще не кончился? Кончился? Ну, я сейчас заканчиваю. Все. Ну, это, пожалуй, самая скучная новость. Но тоже новая. Не мог обойти. Потом я все-таки, знаете, я ревниво слежу за успехами Европейской Рождественной обсерватории, что я как-то с ними сотрудничал, и каждую новость оттуда стараюсь показать. Вот, значит, последняя работа сделана на ВЛТ со спектрографом эспрессо. Вот этот ВЛТ, я напоминаю вам, как он выглядит. Это в Чили обсерватория на горе Параналь. Вот. Вот такие спектры удивительные там получаются, видите, с эшельным спектрографом получаются вот такие невероятно богатые спектры с огромным количеством линий. Собственно, речь шла о том, что наблюдались атмосферы двух горячих, ультрагорячих гигантов. Экзопланет, планету другой звездной системы, не очень далеко от нас, на расстоянии примерно там, вот опять забыл, на расстоянии около 150, по-моему, световых лет. дело в том, что у этих сверхгорячих Юпитеров, они находятся очень близко к своим звездам материнским, у них очень протяженная атмосфера. Их легко наблюдать даже с Земли. Ну, не то, что легко, конечно, легко, плохо говорить, но вы знаете, что вообще у нас только Джеймс Уэбб предназначен для наблюдения атмосфер экзопланет. А вот такие атмосферы можно наблюдать и с Земли, они очень протяженные. И вот, поскольку Эспрессо очень мощный спектрограф, они наблюдали там кучу всяких линий. Вот видите, вот тут очень много виднеется линий, конечно, там многие из них земные. Вот что, кстати, происходит в пульте управления на ВЛТ, когда это делается. Вот как раз это специалисты из команды Эспрессо. Ну и, собственно, что? Наблюдали Барри, линии Барри. Это так легко звучит? Ну, Барри, Барри, подумаешь, Барри не видели, что ли? А Барри в 2,5 тяжелее железа, разо. Барри очень тяжелый элемент, и никак уж никто не ожидал его увидеть в верхних слоях атмосферы горячего гиганта. Он должен быть, если уж он и есть, должен быть внизу, а он находится в верхних слоях. Его довольно много. Вот это непонятно. Авторы работы никак не объясняют, они считают, что надо еще наблюдать, искать, сколько его там, как его запас меняется и все такое. Но вот то, что он существует, и то, что он существует так высоко в атмосфере, показывает либо механика строения атмосферы, которую мы себе представляем, неправильная, либо, может быть, это какая-то необычная планета, и там непонятно, почему так много этого Баррия. Ну, может быть, и да. Может быть, и да. Во всяком случае, ни в какие модели это не укладывается. А на поверхности сколь планеты? Это, только не забывайте, что это поверхность не планеты, это поверхность атмосферы, это верхние слои атмосферы. Планету мы не можем исследовать этим методом, потому что, да, слишком далеко, и мы не видим никакой поверхности. А вот атмосферу на просвет мы видим, и можем линии спектральные там регистрировать. Ну, все может быть, но уж раз люди это дело публикуют, то, наверное, они позаботились о том, чтобы ошибок там не было. Так что так просто, ну, это они наврали, это все-таки, работа же долго идет, понимаете, она доходит до публикации довольно долго. Ее 10 раз рецензируют и проверяют, и критикуют, ее докладывают, вы не думаете, что я так просто написал, послал, никто ничего не знает, а там бац, и напечатали, и все. Так не бывает. Может быть, да. Я хочу напомнить вам известную всем историю про обнаружение в атмосфере Венеры этого фосфина, фосфина, да, это, значит, вещество, которое связано как-то с деятельностью определенных бактерий на Земле. Ну, так и действительно оказалось, что неправильно интервестировали спектр, и действительно, как, ну, попросту говоря, ошиблись. Вот. Так что это бывает. Да, это сейчас уже больше как-то не обсуждается. В несколько раз перепроверили и сказали, что, ну, эти линии можно интерпретировать иначе. Скорее всего, надо их интерпретировать иначе. они предъявили линии. Я здесь не показал, но если вы работу возьмете, то вы увидите живые спектры, в них есть линии, они обработаны, вычислил интенсивность этих линий, так что все это, как говорится, все, что надо было сделать, они сделали. Не просто мы открыли барри, ура, ура. Нет, они документы предъявили. Но, конечно, это все-таки сложное дело. Да. Вот так. Ну, на самом деле, все, спасибо, я уже закончил. Самое последнее, вот это мне показало, что интересно будет этим закончить. Дело в том, что это вообще, это я на эту работу наткнулся благодаря Сергею Попову, который, знаете, есть такой московский астрофизик, профессоран, и тоже известный такой популяризатор, просветитель. Вот. Он публикует каждый месяц обзоры архива вот этого агрегатора статей астрономических, в котором можно напечатать статью до журнала. И вот он там ссылается на эту интересную работу. Это работа нескольких ученых с регистратурой астрофизики только один, вот этот вот. Там еще какие-то филологи, какой-то философ, какой-то вообще без определенных занятий значит, человек. Вот. А вопрос они поставили такой перед собой. Что такое большой фильтр, великий фильтр, и как через него пройти? Ну, вы, наверное, знаете, да, что вот известный парадокс Ферми, который заключается в том, что мы наблюдаем миллионы звезд, и сейчас мы наблюдаем уже больше 5000 планет. И нигде никаких признаков попытки как-то с нами связаться, да даже не связаться просто никаких признаков жизни мы нигде не наблюдаем. Мы видим довольно много органики во Вселенной, простых органических соединений, как бы кирпичиков жизни. Но самой жизни никаких пока признаков нет. И это парадокс, потому что Земля-то есть, мы-то с вами есть. Почему не считать, что и другие такие же есть, и есть, и получше, как говорится, нас, которые могут уже как-то там подмигивать нам, и всё такое. Но если забыть про то, что некоторые считают нас тут корабли пришельцев бороздят, что называется, простором Большого театра, то всё-таки мы не видим таких. Вот это и называется парадоксом фермы. И для того, чтобы объяснить, тоже не менее хлёсткий придуман аргумент, это большой барьер. То есть идея такая, что вот, видите, вот это как бы схема такая, это вот звёзды развиваются, и дальше вот они натыкаются на какие-то барьеры. И вот есть какой-то вот большой фильтр, большой барьер, через которого никто практически не проходит. Все они как-то... То есть это какой-то фактор, который мешает жизни достичь достаточно высоких областей. Вы вспомните, человек существует на Земле, даже если брать самых таких неандертальцев, он существует ну, порядка нескольких десятков тысяч лет. Правильно? Каменный век был тысяч 70 лет назад, если я не ошибаюсь. Вот если ещё до каких-то обезьян назад, ну, это будет там несколько миллионов лет. А такая нормальная цивилизованная жизнь, где есть там история, есть какие-то там, ну, какая-то цивилизация, это всё тысяч пять лет. Это по масштабам астрономическим, это какой-то невероятно маленький промежуток времени. Вот. То есть мы-то предполагаем, что у нас впереди безбрежное, безграничное будущее. Но я вам уже сказал сегодня, что у них есть несколько космических факторов, которые могут за несколько там минут всё это быстро аннулировать. И вот, собственно, они и занимаются этим. Они выделяют несколько факторов. Ядерная война. Всякие патогены, пандемии, но покруче, чем та, которая у нас была, более серьёзная. Искусственный интеллект. Тоже возможный большой фильтр. Грубо говоря, восстание машин. Роботы восстанут и нас всех аннулируют. Почему так? Ну, почему? Они быстрее нас соображают. А как же мы? А мы, да. А нас за что? Это вы потом у него спросите. Друг мой, я же тебя сделала сама своими руками там лампочку в тебя вкручивала, а ты теперь меня так обижаешь. Чего не поделаешь, поздно будет уже. Астероида кометы, то, что мы сегодня с вами поговорили, да, изменение климата тоже серьёзная вещь. Почему-то вот гамму-сплеск, допустим, другие космические факторы, вспышка сверхновой неподалёку, почему-то они не включили в этот список. Ну, давайте мы за них тоже включим. Так что вот, собственно, это довольно водянистая статья, хороша, может быть, тем, что вот они прописали все эти пункты, чтобы мы знали, что нас может ждать впереди. И, ну, я там почитал, они какие-то общие слова говорят о том, как с этим справиться, но, честно говоря, никаких таких реальных как бы рецептов спасения я не увидел там. Поэтому вот позвольте на этой оптимистической ноте закончить моё выступление. Посмотрите, сколько я потратил времени, не слишком ли я вас это. Ничего? О, ну да, час двадцать, немножко больше, чем надо. Спасибо большое. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok